невротические отношения чем еще интересны человек вообще ни о чем другом не думает вот только ему нужны эти отношения понимаешь он только вот ждет когда он когда их нет этих отношений может депрессию пасть у нее тоска начинается потому что не потребность них есть а реализовать он их не может и он из-за этого начинает тосковать скучно ему становится он такой весь вялый становится тонус понижено владимир получается этого человека уже не нельзя исправить всю жизнь таким будет можно ему даже нужно конечно стал бы делать передачу о том что не лечится зачем людям дранировать то что можно и не просто можно исправить а это сделать необходимо хотя бы для того чтобы все хотя бы раз жизни был счастлив чтобы хотя бы раз жизни хотя бы на какой-то промежуток времени был но получал удовольствие от отношений чтобы женщина встретила мужчину с которым она не плакать а с которым она будет смеяться чтобы мужчина встретил женщины которую не будет ревновать а с которой он хотя бы как это время то дай бог и всю жизнь проживет счастливо ради эту мы эту программу делаем но это сложнее я же сказал вход в эти отношения рубль а выход 10 если кому-то кажется что можно поговорить с психологом и будет вам счастье на следующий день нет потому что психолог поможет психолог поддержит психолог а не даст как бы упасть не даст у даже в депрессию впасть потому что у нас уж владимир эту тему затронул да я опять немножко может впереди паровоза бегу но как не ответить мы же о выходе говорим вот представь себе что такое выход кира вот у тебя вот эти болезненные отношения ты страдаешь тебе тяжело но ты правильный горшат они как деться не можешь они тебе нужны я вдруг ты понимаешь что ты не хочешь так больше жить что-то устал от этого и ты идешь психологу вот тут начинается интересное психолог помогает тебе закончить эти отношения ты продолжаешь тосковать ты продолжаешь думать об этом человеке 24 часа в сутки ты залезаешь facebook в twitter вконтакте особо продвинутые даже одноклассники и смотришь чем там делает вот что появился у него ты продолжаешь этим жить да ты смотришь на телефон а вдруг он зазвонит каще спать не можешь но психолог помогает тебе и постепенно его место в жизни начинает сужаться и благодаря тому что ты это решение приняла а когда человек вообще пытается что-то сделать но выйти вот из этих невротических отношений только это бог мучей силы дает то есть мы действительно легче становится с каждым днем еще психолог помогает и постепенно 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 вся эта тоска все это я скучаю я без нее жить не могу у меня сейчас товарищ сделал рамейка знаменитого фильмы с любимыми не доставайтесь уфу с любимыми не расставайтесь то не вы не велитесь и молоде это была классика 70-х годов главной роли абдулов и алферова и вот значит я сейчас тоже плохо очень помню этот фильм а там искать душераздирающая сцена когда абдулов брось бросил на что алферу и она лежит в больнице и кричит я скучаю по тебе прямо и зрители прямо рыдает массово в зале потому что многие из них тоже невротики и тоже понимают о чем идет речь как трудно человек вообще с этим справиться так вот психолог продолжает помогать и человек как бы выходит из этих невротических отношений то дальше самое интересное и куда ему с этим счастьем дальше-то идти у нее начинается вот это вот состояние неудовлетворенности его эмоции не задействованы нету партнера который может подарить ему это невротическое счастье и тогда вот то о чем я люблю говорить когда ты ломаешь сценарий привычный то ты начинаешь поворачиваться с другим людям к лицу почему это так важно потому что жить ты можешь с человеком который не невротик ты можешь человеком который у тебя не будет невротических отношений . и проблема ты влюбить не будешь ты к нему больше относиться как пустому месту он для тебя чужой если он не цепляет твои эмоции понимаешь он для тебя но я не знаю он не он не мужик ну кто-то такой положительный такой как любят женщины говорит да такой надежной будет хорошим отцом для моих детей обеспеченный а организм то требует эмоции все равно и когда ты живешь в очень дерьмовой ситуации ты живешь с мужчиной которого ты не любишь это думаешь только о том как бы встретить того кого ты полюбишь и кстати часть измен на этой почве происходит поэтому дорогие мои лучше выбирайте себе лишь невротика да но живите таскать своими эмоциями потому что это не решение проблемы взять себя в руки и выйти замуж или наоборот жениться или вступить в отношения с партнером который не задевает твои чувства какой смысл отношения они же тема интересна тема хороши да владимир согласна что они про эмоции а когда у тебя нет эмоций кота живешь какой-то функции который реализует твои детские потребности в мороженом данном случае машина квартира и какая-то обеспеченность и что дальше организм все равно требует любви ну в любом понимании здорового невротического и ты все равно будешь думать об это не решение проблемы решение проблемы свою голову перезагрузить перестроить свою психику так чтобы самому перестать быть невротиком вот эта работа очень серьезно вот после этого можно говорить о том что ты можешь рассчитывать на здоровые отношения а если человека нет возможности ходить психологу например самому да он сам может это сделать он сам может отказаться от отношений вот сам может почувствовать как только отношения дают ему негативные эмоции то просто понять правда у тебя позитивные эмоции или негативные четко понимая да вот получает удовольствие ему приятно ему радостно или ему грустно тоскливо ревностно неприятно обидно и так далее и как только ты чувствуешь что что-то не так отношения как вы я обижаюсь на него почему-то ты соскакиваешь хотя бы так тогда твоя психика тоже начинает перестраиваться потому что ты заставляешь и вести себя необычным образом а по-другому еще очень важная вещь откуда все это берется я об этом рассказывал но не все люди смотрели все передачи подряд поэтому я должен напомнить когда ребенок маленький и вот любит своих маму папу то мама и папа могут устраивать такие спектакля что на всю жизнь памяти остаются они могут разводиться они могут кричать на ребенка они могут отдать ребенка бабушку ехать другой город они могут скандалить между собой каждый день ребенок переживает пугается скучает и так далее и что получается что когда он вырастает ему чтобы воспроизвести это детское детское чувство любви безопасности вот этого покоя конечно мы понимаем со стороны какой-то безопасность какой покой но это много грудных детях у них другие эмоции это и есть и жизнь они принимают как данность они рождаются в этой семье и тогда этот взрослый ребенок уже который вырос начинает искать эти отношения вот эти же скандалы эти когда например женщина неуверенно как мужчина к ней относятся то есть вообще нету то есть они даже не живут вместе встречаются ну так и папа себя вёл понимаешь чем фишка и дочка тоже не знала есть у нее папа нет папа папа давно уже развелся папа то звонит туда три года пропадает то бывая с днем рождения не поздравит и она опять начинает это искать все и вот этот мужик который находится он себя ведет как папа за это я она его и любит она дает он дает ей вот эти детские ощущения то же самое у мужчин мама какая-нибудь тяжелая такая с характером холодные достаточно который лишний раз не обнимет не поцелует который там лупила до пятого класса пока маленький был который все время орала там наказывала не знаю за плохие оценки и он ищет эту стервозную как говорят на самом деле истеричную психологически более правильно женщина которые будет также выяснять с ним отношением а он еще будет бояться и и move стараться делать как она хочет и боятся ее будет и очень любить почему а ему очень надо чтобы она его полюбило анаш холодной с ним будь то что на на по жизни холодной и он с вами будет пытаться сделать так чтобы так нему лучше относился на этом вот это и невротические отношения построена и вот это вот историю детской надо поломать а ведя себя вообще по-другому скажите пожалуйста тогда как можно научиться выстраивать и вот эти гармоничные отношения если очень хочется а для этого душа в гармоничные отношения вас были татьяна с собой самой все эти проблемы возникает только да когда вас есть внутренний конфликт в на самом деле имея внутри себя конфликт полностью выражаете его в отношениях с партнером и он делает с вами то же самое когда у вас есть гармонии внутри вас тогда у вас есть и гармоничные отношения вне вас понимаете какая схема все большое спасибо михаил спасибо